Итак, мы уже увидели, как Бог смотрит на закон на существование всех народов. Как мы видим в Евангелии Иоанна, когда Бог прощает, когда есть исповедание греха. И будет такая хорошая жизнь, добрая жизнь для других народов. Я хотел бы подойти уже к 8.8. Спасение — это выражение, Божьего характера. Например, мы видим слово «свет». Свет, он ассоциируется с спасением. Мы видим в 26-м Псалме 1-й стих, где написано 1-й стих, «Господь мой свет и мое спасение, кого мне бояться?» Исайя 49.6, где сказано, что «но я сделаю тебя светом народов, чтобы мое спасение простиралось до концов земли». И так же мы видим эти стихи, они повторяются в Исайя 42.6. «А я, Господь, призвал тебя в праведность, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения, и сидящих во тьме из тюрьмы». Согласно еврейской Библии, Бог, Он может спасать народа, если они взывают к Нему в покаянии. Когда народ хотят быть спасены от нечестивого образа жизни, когда они хотят быть спасены от болезней и от неправильных обвинений, в 2С, Бог спасает праведных, которые находят убежище в Нем. Если народ Израиля, как народ, решит ходить в праведности, Бог быстро даст убежище для них в Нем. Посмотрите в Псалом 4.71.2. «По Твоей справедливости избавь меня и освободи меня, преклони Твое ухо ко мне и спаси меня. Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо моя твердыня и моя крепость Ты, Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника и притеснителя». Есть очень много стихов, которые можно было бы рассмотреть, но я их вам оставлю, чтобы вы это сделали. Кто из вас не только студент в МГБИ, но вы, например, или ведете домашнюю группу, или обучаете каких-то людей. Я надеюсь, что вы все будете вовлечены в это. Вы должны как бы вести домашнюю группу или обучать их индивидуально. Но вы также можете использовать вот это учение для того, чтобы передавать истину. Но мы также видим, что Танах нам говорит, что Божье имя не только ассоциируется со спасением, но, во-вторых, что спасение, оно как бы задерживается, что спасение задерживается, если Исраиль сопротивляется в исповедании своих грехов. Если нет исповедания грехов или понимания о том, что вы что-то делаете неправильно, нету такого перспективы или ожидания, что неправильность будет извлечена или отвергнута. И стих, который мы читаем летом, это Исаия 59, с 12 по 13 стих. Но третий пункт, 3b, Исраиль будет спасен тогда, когда он взивет Господу. Но 4b, что бунт, оставление и неправедность, они все являются барьером между Израилем и Богом. Как долго Израиль находится в бунте перед Богом, чем более он оставляет свою ответственность перед Богом, чем больше он продвигается в несправедливости, Израиль и Бог будут разделены. Это то, что делает грех. Мы знаем, что это истина, правда, на личном основании, но это также правда истина на библейском основании для народного такого основания. И Исаия 59, 9, пожалуйста, читайте. Исайя 59, 9. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке. Исайя 59, 15. И Господь воздаст, придет Искупитель Сиона, и не стало истины. Ну, это то, что я прочитал. Окей. 5b, следующий пункт. Бог, Он ожидает, что будет верность к Нему. И это приносит раны, что народы, они не возвращаются обратно к Богу. Или то, что Израиль был неверным. И опять, нету спасения без верности. Нету спасения без веры и верности. Следующий пункт 9а. Есть великая радость, которая находит Божье спасение. И это будет то, что Израиль переживет, когда он ощутит Божье спасение. Исайя 51, 11. И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и вечная радость будет над их головой. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Следующий пункт 10а. Мы видим, что спасение, оно становится возможным посредством суда. Бог, Он может отвернуть наказание. Бог, Он может послать наказание. Бог, Он может как бы давить свой народ. И надежда в том, что, когда страданий уже достаточно, народ, он кается в грехах и восстанавливается перед Богом. Проблема даже в дни пророков, что были евреи, которые думали, что мы евреи, мы народ Израиля, мы избранный народ. что те, кем мы являемся, более важны, чем то, что мы делаем. У нас такое еврейское ДНК. Мы дети Авраама, Исаака и Якова. Это просто Бог, Он должен избавить нас от грехов. И то, что мы делаем, это не важно для Бога. Потому что мы евреи, и Бог, Он любит Израиль. Но это не Божий взгляд. Бог, Он не будет идти на компромисс со своей праведностью. И не важно, кем он тот человек является. И не важно, насколько он известный. Насколько он популярный. Насколько он харизматичный. Как много он знает. Сколько много денег у него есть. Это не имеет ничего значения. Единственное, что важно перед Богом, это праведность. Без праведности нет спасения. 2b Асхатологический триумф и победа Божия над всеми происшествиями, она уверенно произойдет. И это то, что Бог говорит после того, как уже все установлено. И когда народ от народа происходит, жизнь происходит от народа к народу. Когда веки, они проходят. Тысячелетие на тысячелетие. И в конце концов, Бога победа. Праведность Его, она вечная. И каждый народ, он будет подчинен Ему. И вся Вселенная будет восстановлена в праведности. И это будет хорошо, благо для Израиля. Что Бог будет спасать и судить. И также над народами и над их духовным состоянием. И они будут подчинены Богу. И также Библия говорит нам в Езекииле, что Бог спасает Свой народ. Он уводит Свой народ. Он сохраняет. От четырех типов таких монстров. Четырех типов таких врагов-монстров. И первый из них это такие лжепророки. Лжепророки. Те, которые думают, что они говорят от Бога. Когда они хотят, чтобы народ верил, что у них есть послание от Бога. Но они не говорят от Духа Божьего. Они говорят от Своего Духа. У них есть свое понимание. И они очень непослушны перед народом. И они хотят манипулировать такими жертвами для своей привилегии. И иногда такие пророки, они очень профессиональные. Но и так, как они лжепророки, они будут делать очень сильное повреждение для народа Израиля. И Бог уведет народ от лжепророков. Второе. Бог уведет их народ от неверных лидеров. Иногда есть лидеры, которые находятся в своей позиции власти, которые сами по себе уже не ходят в послушании перед Богом. И слепой, который ведет слепых, они все упадут в яму. И поэтому Бог участвует в этом. И Бог будет спасать свой народ от злоупотребления лжелидеров. И третье. Бог спасает свой народ от рабства от других народов. И что, когда народ ходит перед послушанием перед Богом, они не являются рабами для других народов. Давайте посмотрим Езекииля 34, 10. Так говорит Господь Бог. Вот, я на пастырей, я и взыщу моих овец от их руки, и не дам им более пасти овец. И пастыри не будут более пасти самих себя, и исторгну моих овец из их челюстей, и они не будут их пищей. И Бог освобождает свой народ от лжепророков, от лжелидеров. И мы видим в следующий пункт 11а, что спасение, оно готовится с помощью правильности. И опять же, нет спасения без правильности. Почему Ешуа у Него была возможность пойти на крест и быть жертвой за наш грех? Потому что Он был полностью праведным. не было греха в Нем. Ему не нужно было страдать за свои грехи, потому что Он не сделал греха. Но Он был вот этим Агницем Божиим, который брал грехи на всего мира, потому что Он был праведным. И также есть очень много стихов, которые находятся в вашем силабусе. Когда приходит спасение, 12а, Что значит буква Юд-Хей-Вав-Хей? Кто знает? Что означает буква Юд-Хей-Вав-Хей? Юд-Хей-Вав-Хей? Да, это буквы с алфавито. Что они означают? Итак, студенты еврита. Да, нам нужен такой класс еврита. Если бы у меня было близко, я бы написал. Юд-Хей-Вав-Хей Это то, как мы проговариваем имя Божье. Знаете, что в еврейском мире не проговаривают имя Божье. Есть такое легкое проговаривание. Они говорят его неправильно, как ЕГОВА. Но это неправильное проговаривание. И те, кто ведут еврейский образ жизни, не говорите имя. Это как заповедь, чтобы не ее нарушить, чтобы не проговорить имя Божье в суе. И поэтому лучше говорить что-то другое. Адонай. Ха-Шем. Things like this. Yeah, Elohim. We could come up with a lot of other substitutes for that. У нас есть очень много таких примеров для этого. Но Йод-Хей-Вав-Хей это то, как мы проговариваем по буквам. Мы не говорим его имя, но мы проговариваем его по буквам. Но когда Бог приносит и осуществляет спасение, в еврейской Библии что является результатом спасения? Мы видим, что в книге Исаии 5, 12 что у народа есть и цитра, и гусли, и тимпаны, и свирель, и разные музыкальные инструменты. Что Израиль, он празднует Божьи дела. Они делают музыку и поют Богу. Они поют в Иерусалиме и проводят так время. Давайте мы сделаем такое подсуммирование. Что такое спасение? Спасение в иудаизме. Что такое спасение в Танахе? И как оно менялось, передавалось в иудаизме в течение лет? Если вы читаете Сидур, в Мак-Сдор, если вы читаете, тогда вы находите вот это понимание спасения. Итак, спасение – это освобождение. освобождение от всего и от… от всем и от всего. И оно касается получения Божьих великих благословений. И в этом списке благословений есть четыре вида освобождения. Один, два, три, четыре. Итак, первое – это спасение от естественных бедствий. Внутренних разделений, спасение от внутренних противоречий, разделений. Как такие гражданские войны. Третье – освобождение от внешних врагов. И четыре – освобождение от собюджения от победителей. От таких народов, которые берут в плен и побеждают. Является ли это естественные бедствия, враги, которые внутри или извне, те, которые полностью берут в плен и побеждают. Спасение имеет речь, что спасение от всего этого. Это еврейское спасение. Мы не думаем такими образами в мессианских кругах. Два С. Врагами спасения были те злые люди, личности, которые несли опасность Израилю. Поэтому кто он нападал на, который был предметом врага для спасения. Это был фараон, который был противником спасения Израиля. Мы знаем, что царь Саул был врагом для спасения Израиля. Естественно, самым таким сильным разрушением для Израиля был это смерть. И мы верим, что Бог спасает весь Израиль от смерти. Итак, благодаря Божьей тенденции, намерению, чтобы Израиль противостоял и шел за Богом. И чтобы он следовал за вдохновленной Торой. И тогда Израиль, он внезапно или так быстро придет к местам покаяния. И тогда еврей, Израиль, он найдет вот это понимание еврейского спасения. Это грядет. Это то, что существенно. Это истина. Все те Божьи благословения, которые указаны, они будут реальностью на Земле. И когда мы говорим о спасении с точки зрения о рождении свыше и так далее, и это также очень-очень реально. И это очень важно и ценно для нас. Но это другой вид спасения. Но два вида спасения станут для них реальностью. И Израиль придет в места такого национального как бы успеха. Согласно Езекиилю, Израиль, он пройдет страдания. Он пройдет изгнание. Но Израиль будет возвращен к своему духовному смыслу. И когда придет полное покаяние, они переживут Божье спасение. Изекиил 36, 31. И тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших, и почувствуйте отвращение к самим себе, за беззаконие ваши и за мерзости ваши. И так, спасение к Израилю приходит, когда лидеры Израиля принимают ответственность к слышанию, принятию и послушанию Тори. И по слушанию государственной, народной конституции и законов. И тогда они будут входить в Божьей праведности. И мы также видим в 31 главе Еремии, что достижение мудрости ведет к добродетели. Библия говорит, что Бог сотворил мир такой как бы по мудрости. Ешуа, в факте, назван таким мудрым Божьим. И достижение мудрости ведет к добродетели. И мы это читаем в Еремии, 31 глава, 31 по 34 стих. Что народ, в конце концов, он примет эту истину и заключит завет с Богом. Мы также видим, что пророки делают ясным в Еремии и Езекииле. И что спасение не приходит просто так, когда народ действует религиозно. А что спасение не приходит тогда, когда люди ходят на служение и делают, включают громко музыку. Или когда они говорят «Аллилуйя» и танцуют, или машут флагами. Но как бы есть такой уверенный вызов такой, который делают пророки. И это как бы не стоит предоставлять таких пустые поклонения. И даже когда вы делаете большие такие жертвоприношения, даже если вы как бы принесли свою жизнь на смерть, чтобы прославить Божье имя. И ваши последние слова ваши жертвы, ваши религиозные поклонения, и даже когда вы умираете в этом, ничего не будут значить без морали. Вы должны быть моральным человеком. Вы должны достичь праведности. Мы иногда видим в Еврейской Библии, что люди делают такие человеческие жертвы. Потому что мы видим, что они приносят жертву своих детей лже-богам. Великие жертвы. Когда вы убиваете своих детей и выливаете кровь на жертвенник. Но означает, приносит ли это спасение? Потому что ваше поведение неприятно, не угодно Богу. Мессианская жизнь заключается в том, чтобы быть угодным Богу. В конце концов, хочу сказать, что спасение было во время земного пребывания. Когда мы приходим, вот мы пришли в Новый Завет и мы переживаем вечность. Но это не образ мышления в Еврейской Библии. Это не мышление в иудаизме. Потому что там было спасение, что спасение распознавалось только во время времени жизни. Мы знаем, что есть нечто такое сокрытое в Танахе, в Еврейской Библии. Мы знаем, что есть книга Иова. У нас есть некоторые такие напоминания в книге Псалмов. Есть также такие указания в книге Даниила о том, что в таком великом правлении или суде, который будет впереди. Но их всего лишь несколько, этих намеков, и во всей Еврейской Библии. И люди даже не думают об этом. Они настолько малы, их всего лишь несколько, что люди, они переступают их. И только до того времени, когда эти намеки, они были более сильно обучены, на них указывали внимание. И когда начали перечитывать Иова, Даниила и Псалмы, теперь есть те же стихи, но есть новое значение для них. Потому что они уже читаются во свете Божьего откровения. Еврейская Библия, Танах, он включает все, что было до Рождества Христового 400-й год до Рождества Христового. И то, что я вам дам завтра, это межзаветный период. И потом мы также перейдем в первый век. Первый век иудаизма, первый век мессианского иудаизма. И также мы увидим то, что было написано в такой апокалиптической литературе, в апокрифах, и так же, как и в Брит-Хадаша. И мы это начнем завтра. Я хочу, чтобы было у нас также время для вопросов, потому что много чего делили, поэтому пользуйтесь возможностью. И хорошая новость. Что никто не должен задавать мне вопросы на английском. Да, мы остановимся, и завтра продолжим в 6 часов вечера.